Со дня задержания в материковом Китае тайваньского приверженца духовной практики Фолуньгун Джун Динбана прошло больше трёх недель. Это действие китайских властей уже осудили несколько международных правозащитных организаций, называя его нарушением законов Китая и норм международного права, поскольку Джуна задержали за его духовные убеждения. Теперь к правозащитникам присоединился и американский конгрессмен Даннер Рабахер. Он написал официальное письмо президенту Тайваня Ма Индзю с призывом к более активным действиям в защиту тайваньского гражданина. Напомним, в то время как в десятках стран мира древнекитайской медитативной практикой Фолуньгун занимаются свободно, в коммунистическом Китае она последние 13 лет подвергается репрессиям. По всей видимости, из-за своего масштабного распространения в этой стране. Заключённых последователей Фолуньгун в КНР сейчас называют самой многочисленной группой узников совести в мире. В письме Рабахер призывает правительство Ма, цитата, «выразить решительный протест против заключения под стражу Джун Динбана и протест против всех религиозных и политических преследований в материковом Китае». Конец цитаты. Представители службы госбезопасности КНР задержали тайваньского бизнесмена 18 июня, когда он навещал своих родственников в провинции Цзянси. Джуна обвинили в создании угрозы национальной безопасности, не предоставив при этом возможности воспользоваться услугами адвоката. В администрации президента Тайваня говорят, что правительство рассматривает это дело. «Президентский дворец ещё не получил письма Рырабахера. Но права человека – это универсальные ценности, и они постоянно в списке того, что беспокоит президента Ма. Президентский офис очень обеспокоен делом господина Джуна. И сейчас администрация над ним активно работает». Недавно супруга и дочь Джуна наконец-то получили от китайских властей разрешение навестить его в некоем неофициальном месте. При этом женщины обратились к тайваньским властям с просьбой сопровождать их, чтобы обеспечить им безопасность. Власти на просьбу не откликнулись. Дочь Джуна сейчас направляется в США. Там она собирается встретиться с членами Конгресса, неправительственными организациями и правозащитными группами, чтобы получить поддержку в работе над освобождением отца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова